Спасибо. Владимир Вольфович Жириновский. Резкого обострения международной обстановки всё-таки целесообразнее сосредоточиться на этих вопросах, ибо внутренние вопросы у нас всегда были и будут, но куда более ощутимым и опасным являются международные отношения. Вот Турция пытается нам угрожать, что закроет проливы Босфор и Дарданеллы, и уже стала задерживать наши суда для более длительной проверки. Ну, хотелось бы напомнить им, что в период расцвета СССР они сделали аналогичное заявление о желании закрыть, и наш тогдашний министр иностранных дел Громыко заявил, находясь в Нью-Йорке или Вашингтоне на каком-то из картелей журналистам американским, что вот у вас слова. А, значит, для прохода в Средиземноморье Черноморскому флоту СССР потребуется всего лишь пару залпов ракет. В результате этого появится, кроме Босфора, ещё два прохода в Средиземноморье. Но, увы, не будет Стамбула. После этих слов Турция больше никогда не поднимала вопрос о закрытии Босфора для военных кораблей СССР. Тогда население Стамбула было 2 миллиона человек. Сейчас 9 миллионов. Мы надеемся, что министр иностранных дел Лавров, если он министр наш иностранных дел, сделает такое же заявление. Сегодня не надо двух залпов ракет. Нужна одна бомба специального назначения, которая упадёт в воды пролива Босфор, и Стамбул зальёт водой. То есть орошение, душ, принуждение к принятию морских ванн. Это будет такое наводнение, что от города ничего не останется. Это уже продумано давно. То есть не надо тратить ракеты, и, может быть, это будет удар по городу, всё-таки это силовое воздействие. А вот вода, прохладная вода поднимется на несколько десятков метров вверх, и город накроет вместе с 9 миллионами жителей. Почему это нужно делать? Потому что надо понимать психологию Турции и её руководителей. Есть наша вина, что мы 90 лет накачивали Турцию, строили предприятия, заводы, тяжёлую промышленность. У Турции аграрная страна, одноэтажные домики. Это азиатская страна, где ничего не было. Груши и яблоки на осликах, на подводе везли на рынок. Всё. Мы им дали мощную промышленность. Зачем мы это сделали? Это ошибка была. Они нас автобусы покупали, у них автобусов нет, ничего нет. В этом зале мы с вами ратифицируем соглашение, 97-й год, об избежании двойного налогообложения. Против только фракции ЛДПР. Все остальные за. Кнопку за, за. Поможем турецкому бизнесу в России, и никакого толку не будет для нашего бизнеса в Турции. В слепую голосуете. И потворствует этому международный комитет. Тогда был другой председатель, но ничего не изменилось. 99-й год. Здесь сидит Вяхарев и нас убеждают, что надо строить голубой поток. Будем продавать газ Турции. Вы для чего газ Турции будете продавать? Чтобы работали её промышленные предприятия. В том числе оборонная промышленность. Чтобы было больше патронов. Чтобы было подготовлено больше лётчиков. Чтобы они сбивали наши самолёты. 2010-й год. Вы опять слепую нажимаете на кнопку. Ратификация соглашения о строительстве атомной станции. Вы кому даёте атомную станцию? Сталин дал бы атомную станцию Гитлеру до начала войны. Это же чудовищно. Слава Богу, ещё не построили. И, возможно, остановим это строительство. То есть политика шла какая? Давайте-ка мы её к нам пристегнём. К нашей экономике. Чтобы здесь их были рабочие. То есть привязать её так, чтобы ей было невозможно от нас оторваться. И она будет с нами как бы дружить. Заблуждение. Есть хорошая русская поговорка. Я прошу всех вас изучать русский язык. Как волка не корми, он всё в лес смотрит. Вы можете вот всё дать, всё, что нужно Турции дать, а она всё равно своей армию повернёт против нас. Только против нас она нужна. Я единственный изучал в этом зале турецкие вооружённые силы. Конкретно Третью турецкую полевую армию, которая стоит специально для захвата Кавказа. И она должна была захватить в 41-м году. В 43-м. Но после Сталинграда они испугались. Турки очень трусливые. Они никогда не пойдут вперёд. Воевать они не умеют. Кто-то из депутатов на одном передаче, там самая мощная армия, там самая слабая армия. 90 лет не воюет. Ни одного сражения не выиграла никогда. А 90 лет в казармах сидит. Армия ни на что не способна турецкая. Надо быть специалистами. Я не лезу в математику, в биологию, в химию. Что все полезли? Все теркологами стали. Все знают турецкие вооружённые силы. Я 50 лет занимаюсь этим. А другие просто так. Прочитал в газете статью. Вот там то, давайте это. То есть мы сами накачали врага. Это наш самый страшный враг на юге. Самый страшный. И его используют, чтобы начать Третью мировую войну. Мы раздолбаем Турцию, а НАТО скажет. Вот, вы понимаете, пятая статья устава НАТО. Вы совершили, так сказать, нападение. Уже забудут про сбитый самолёт. А будут считать трупы от нашего ответного удара. Вот. И опять обострение обстановки. Но сильной Турцию сделали мы сами. Она получила всё. И от нас получила всё. И здесь, сегодня, если отправить всех турецких рабочих, весь бизнес, всё прекратить с ней, а ей конец, даже без силового удара. Ибо 60% газа наш. Закройте голубой поток. Вентиль. Это первый газопровод на юг. И все заводы, фабрики остановятся. Всё потухнет. Они начнут замерзать. Как Крым пытались нанести удар киевские каратели. Но здесь мы отвечаем на агрессию. К сожалению, этого пока не сделано. Но мы не торопимся. Я уже на одной из передач сказал. Пусть турки ждут новогодний подарок из России. Чтобы у них 16-й год был бы очень радостным и счастливым. Поэтому сегодня надо это обсуждать. День воинской славы. Разгром турецкой эскадры под Синопом. Вместо этого наши телеканалы что делают? Празднуют день рождения Хазанова. Великая дата. Вот юморист родился 70 лет назад. И все только этим занимаются. Так же нельзя. И день неизвестного солдата. И день воинской славы. Пожалуйста, про Хазанова скажите. Но где главная новость? Великая битва. Адмирал Нахимов. Есть же фильм. Дайте отрывки. Поднимите настроение у наших граждан. Как мы громили турок. Все 12 войн покажите. Ничего этого нет. Хазанов родился. Страна юмористов. Без Хазанова России не будет. Нахимов, Ушаковы далеко. Родился маршал Жуков. Нет такого маршала. Подумаешь, там маршал Жуков. Вспомнили, что всемирный день борьбы со СПИДом. Это может быть надо уже заниматься. Потому что уже 900 тысяч зараженных. И кто виноват, давайте подумаем. Кто виноват. В этом зале мы предлагали меры. Вы же не хотите такие меры принимать. Германия приняла такие меры. Но вы не хотите, иначе вы ждете пандемию. 5 миллионов будет заражен. Говорю, давайте примем меры. Турция сбила самолет. Давайте примем меры. Живем по принципу. Пока жареный петух не клюнет, так сказать. И пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну а зачем так делать-то? Сегодня день, всемирный день хоккея. Можно праздновать, но это мелочи. Пусть хоккеем спортсмены занимаются. СПИДом врачи занимаются. Хазановым министерством культуры. А Государственная Дума должна провести мощный круглый стол с приглашением всех специалистов в малом зале. Отношения с Турцией. Пять веков войны. Пять веков мы воюем с ней. Сегодня день убийства Кирова. Коммунисты не вспоминают. Это было начало репрессий. И народ знал, кто убил. Чистушка была такая. Вчера я ее сказал по России 24. Эх, огурчики да помидорчики. Убил Сталин Кирова в коридорчике. Народ знал, кто убил. А наши историки до сих пор не хотят написать правду. Заказательства. Тут же убирают начальника ленинградского ЧК. Ибо он знал, кто организовал убийство Кирова. Сразу убирают, полностью меняют весь состав ЧК Ленинграда. Чтобы спрятать концы в воду. Зачем Николаеву убивать первого человека в Ленинграде? Зачем? Маленький тщедушный человек. Зачем ему это делать? Как можно пройти в те годы страшной советской власти в обком КПСС? Смешно, наивно. Это было сделано специально, чтобы начать, так сказать, борьбу. Последнее. Тигр с козлом на Дальнем Востоке живут мирно. Очень вызывает удивление. А в Саратове отец приходит, убивает тренера. Там что-то тренер не то сказал его дочери. Это что, дикость вообще? Тигр, более мирное животное получается, чем этот житель Саратова, запросто убил тренера дзюдо, где его дочери... Спасибо.